Беспредел по-карпатски. У жителей высокогорных районов массово отбирают землю, благодаря которой гуцулы, не имея другой работы, могли хоть как-то прокормить свои семьи. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Высокогорные пастбища, или как говорят гуцулы, полонины в Верховине простираются на сотни гектаров. На одной из них в селе Замагура семья Гаджук выпасает своих коров и делает знаменитую гуцульскую брынзу. Мы не на работе. Мы не имеем зарплаты, чтобы мы жили зарплатой. Мы сугубо с худобой живем. 110 гектаров пастбищ семья арендует уже 30 лет. Ежегодно платили 1% от оценочной стоимости земли. Это зафиксировано в договорах сельсоветом. Срок последнего стекает только в этом году, но от людей потребовали платить больше. 14, 15, 16 лет уже нам сказали 3% платить. Никаких нам документов не предъявили. То я сейчас так скажу, ага, коровка, давай мне больше молока, потому что податки нам держава наложила. Новая ставка оказалась непосильной для селян. За год это более 15 тысяч гривен. То есть половина годового заработка семьи. За два с половиной года накопилась задолженность 40 тысяч. Прокуратура через суд пытается взыскать долг. Адвокат уверен, дело вовсе не в деньгах. А местные активисты рассказывают, за последние два года в Верховинском суде рассмотрели несколько аналогичных дел. Люди програли, конечно, суд. С государством тяжело судиться. Но они заплатили эти штрафы, эти деньги, все заплатили и все равно разорвали с ними договор. Наверное, есть указка с верху, чтобы с временем вылучать у людей эти земли. Почему так происходит? По версии общественников, скоро здесь должны начать строительство международной трассы в Румынию. Земли могут отдать под постройку отелей, магазинов, кафе. Прокуратуре все проверяют. Мы работаем в межах закону. Есть заборгованность, заплати ее. Не хочешь, в промышленном порядке стягнем. А так, чтобы забрать принциповую землю, это просто наклепит. В 2014-м арендную ставку подняла Верховная Рада. После обращений местных депутатов парламентарии снизили ее, правда, лишь в прошлом месяце. Поэтому долги придется возвращать и забыть о полонинах. Ведь с должниками договоры расторгнут. Елена Митясова, Жанна Дучак, Зиновия Автоназ. Подробности телеканал Интер. Ивано-Франковская область.